Всем привет! Сегодня у меня уже четвертое интервью с Евгенией Фроловой. Женечка, добрый день! Добрый день! Почему четвертое? Потому что мы с Женей знакомы с 2013 года и каждый раз нам есть о чем поговорить. Жень, очень рада вас видеть. Мне нравится, что вы всегда выглядите великолепно. Красивое платье, укладка, красивый макияж, красивая обувь. Вот состояние, то, о чем вы говорите, то, что вы транслируете, то, чему вы учите, оно всегда отражается еще на внешнем виде. Мне кажется, это очень важно жить в такой гармонии. Мне кажется, что очень важно и пребывать в состоянии, и транслировать его во внешнее. То есть невозможно чувствовать красоту и нести красоту во внешнем образе. То есть сначала нужно внутренне настроиться на красоту, наполнить себя красивыми мыслями, красивыми ощущениями, настроением, сходить в музей, сходить в галерею, сходить на красивый фильм, прочитать красивую книгу. И потом это все будет как-то проявляться во внешнем виде. Сто процентов. То есть мы начинаемся, естественно, с мыслей, с настроения, состояния. И потом вот на это настроение, состояние мы одеваем платье, платье настроения. Что делать с негативными женщинами? К сожалению, есть такие женщины в состоянии, когда все раздражает, ничего не хочется делать, да? То есть муж раздражает, бесит, дети, работа, на работу как на войну. Вот что делать таким женщинам? Я заметила, да, что вот если раньше считалось, что ресурс богатого человека – это время, то есть это самое ценное, что у него есть. Сейчас последняя тенденция – с временем очень востребована энергия. То есть богатый человек, в том числе, это человек энергичный, наполненный. И вопрос женщин, которые устали от жизни, образно говоря, выгорели – это отсутствие энергии в теле. Потому что женщина – это состояние, состояние – это энергия. И просто женщине нужно опять вернуть вот это, то, что она израсходовала. На дом, на быт, на детей, на мужа. И надо понимать, да, когда мы решаемся вступить в какие-то отношения, да, построить какой-то проект, родить ребенка. Нам нужна экстра энергия. И вы знаете, мои дорогие подписчицы, Женечка, она на самом деле знает, где эту энергию взять. Ее тренинги очень дорогие, даже для меня дорогие. Но сейчас мы попросим Женечку бесплатно показать нам, как наполняться этой энергией. Женя, готова поделиться? Вы знаете, почему мои тренинги дорогие? Потому что я даю инструмент, который вы берете и начинаете работать, и он работает. То есть вы больше не нуждаетесь во мне, как в коуче. Если мы говорим об энергии, то основные зоны, которые вырабатывают нашу энергию – это зона, скажем так, первой чакры. Первая чакра – чакра промежности. И вторая чакра – чакра матки. Образно говоря, нужно наполнить именно эти центры. А потом эту энергию можно распределить. То есть если энергии достаточно в нашем лоне, в нашем тазом дне, то ее можно распределить полюбить кого-то. Почему мы не любим ребенка даже? Иногда хочется убить его, потому что энергии не хватает, то есть она не поднялась. То есть, образно говоря, у нас внутри колодец. Такого уровня колодец наполнит все чувства, мы ее проецируем на мир. И что нужно сделать? Элементарное упражнение тазово-дно. Давайте покажем. Покажем. Давайте. Прямо сейчас. Можно сейчас покажем. Давайте. Как можно разбудить себя? Можно сделать трясочку. Трясочку. Есть обычная трясочка, есть шаманская трясочка. Трясочка шаманская, когда мы подбрасываем бедра вперед. А еще если мы подбрасываем бедра, еще сжимаем тазовое дно, начнет просыпаться энергия. Сжимаем, сжимаем, подбросили, подбросили. А теперь статичное упражнение. Мы просто находимся внутри своего тела, начинаем сжимать тазовое дно. Сжимаем как лифт и поднимаем. И чувствуем, как лифт поднимается выше, 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 выше. И раскрывается в коронке. И расслабляемся. А теперь вместе с дыханием эту практику делаем. На вдохе мы начинаем сжимать тазовое дно и поднимаем лифт внутренний, да, энергию. И на держке дыхания чувствуем, как раскрывается ваша коронка. Вот представьте, да. А потом что делать? Выдыхать? А потом выдыхаем и расслабляемся. И обратно. И нужно сделать упражнение. Энергию куда в конце? В матку. В матку. То есть наполнить матку энергией, да. То есть обратно нырнуть в матку и поднять энергию перед этой коронкой. В общем, вся энергия находится в матке. Естественно. Матка-носитель энергии. Потому что мы там как раз-таки взрываем новую жизнь. А сейчас такой вопрос. Если женщина активно живет половой жизнью, да, то есть она свою энергию расходует, энергию... И со мной она напитает мужчину. То есть она ее расходует, и потом ей нужно снова напитаться. Конечно. Вот в чем секрет. Ух, как стало жарко. Энергии стало больше. Вы знаете, я думаю, что многих мужчин сейчас волнует вопрос, когда... Если раньше выбирали себе в жены просто красивую молодую девушку, сейчас мужчины стали умнее. И они задают вот такие умные вопросы. Они говорят, как найти себе женщину, которая из тебя сделает короля? То есть вот что вы можете сказать этим молодым людям? Например, да, некоторые мужчины берут женщину на переговоры. Да, вы можете не перекладить свою женщину, на которую вы хотите жениться, да, на переговоры, но оставить ее где-то в кафе. Да, и попросить ее, чтобы она присутствовала как бы энергетически, ментально, мысленно, с вами на переговорах. И посмотрите, как пройдут ваши переговоры. С плюсом или с минусом? Дорогие девушки, если вас начнут часто приглашать на переговоры, задумайтесь. Значит, что-то здесь не то. Вас проверяют. Проверяют. А что делать девушкам, молодым девушкам? Потому что когда девушка выходит замуж, она выходит за будущее своего мужчины. Она не знает, кем он станет, кем он будет, что с ним будет через 10 лет, через 20 лет. На что ей стоит обратить внимание? Нужно обращать внимание на тех мужчин, которые говорят, а тех мужчин, которые доводят до дела. Понимаете, да? Можно обещать все, что угодно, но только мужчина, который проверяется в каких-то вопросах, там, заботы, помощи, то есть приносит какой-то результат вам, этот мужчина будет эффективнее в жизни, потому что он может транслировать свою мысль в реальную материализацию. Молодому человеку 20 лет. Естественно, он много говорит, потому что энергии много. Он строит воздушные замки, он мечтает. Он представляет будущее вместе со своей молодой девушкой, с которой хочет создать брак, да? Но вот как определить? Обещал. Обещал. То есть исполнит ли он все эти обещания? Он обещал, сделал. То есть обещал позвонить, не позвонил. А, вот уже здесь надо задуматься. Он обещал пригласить вас на свидание, или обещал отвезти в какое-то место, да? Обещал посетить какой-то музей или театр. Не сделал. Обещал решить вопрос, не решил. Понимаете, да? Если мужчина остается на уровне обещаний, то, скорее всего, и мир будет обещать ему. И мир точно так же будет относиться к тебе. Однозначно. Вот поэтому я люблю и обожаю ответственных людей. Я сама гиперответственный человек. Если я что-то кому-то пообещала, я в лепешку разобьюсь, но сделаю. И, видимо, мир тоже относится ко мне так. Мир зеркален. Мир зеркален. Как мы, так и мир к нам. Как мы, так и Аллах к нам, так и Бог, так и люди к нам. Несомненно, да? Если мы эффективны для людей, то люди эффективны для нас. И еще один вопрос, Жень, который волнует, я думаю, абсолютно всех. И, наверное, все со мной согласятся. Последние, наверное, лет пять мы живем в этом состоянии. Все вокруг говорят, что финансовый кризис, девальвация, доллар растет, экономика падает. Что делать? Все плохо, плохо, плохо. Телевизор неохота включать, радио неохота слушать, потому что все говорят, что все плохо. И ты реально начинаешь в это верить. Как поменять эту установку и сделать так, чтобы люди начали верить в себя, верить в свой успех, верить в свой бизнес, чтобы денежные потоки открылись и чтобы все было окей? Ну, Динара, вы согласитесь со мной, да, что мысли материальные. Если мы позволяем себе думать о том, что мы в кризисе, то кризис придет. Если мы позволяем думать о том, что да, вот такие временные трудности, это возможность роста, да, возможность привлечь какие-то новые идеи, да, возможность, может, привлечь новых партнеров. Поехать в страны, у кого получается, например, Индонезия удивительные, да, в них открылись новые ресурсы, да, они выходят практически на первые позиции, кто бы знал. Казалось бы, когда-то в прошлом очень бедная страна. То есть понимаете, да, иногда вот эти провалы дают возможность найти абсолютно новые решения вопросов. Поэтому в китайском языке кризис, в том числе, да, переводится как возможность. Что касается денег, как наполниться вот этой денежной энергией, да, и чтобы у каждого человека получился бизнес, получился проект, получилось дело, которым он горит, то есть в которое он сам верит. Элементарно. Мы говорим, да, что мысль материальная. То есть мы фокусируемся, образно говоря, на аффирмации. Мой путь успешен, или вот этот проект будет успешен, этот проект принесет такой-то капитал, да, и начинаем качать туда энергию. То есть мы соединяем две практики. Аффирмацию, думать позитивно, да, и направляем туда энергию. То есть мы прокачиваем энергию и направляем ее в ту аффирмацию, в которую верим. В ту цель, которую создаем сейчас. Но как избавиться от негативных установок, вообще от негативных мыслей? Вообще возможно ли человеку думать всегда только позитивно? Нам мысли негативные, да, или состояния негативные даны для отслеживания. То есть, да, когда мы думаем о конкретном человеке, и вдруг приходит негативная мысль. Скорее всего, важно отслеживать, а тут ли этот человек, правильно проделывать с ним путь, правильно брать его в партнерство. Понимаете, да? Вот эти внутренние состояния негативные приходят как ответ на какое-то действие. Понимаете, когда вы как в шахматах, да, начинаете проигрывать партию, это нормально, что интуиция включается внутренняя, да, и вы ловите какие-то внутренние состояния. Поэтому нужно, знаете, вот негативные ощущения, негативные мысли использовать как союзников, знаете, как знаки. Интуиция женщинка, как работать с интуицией. Я знаю, что у женщин, у всех, наверное, там, у большинства женщин очень развита интуиция, да, то есть мы как-то чувствуем, что будет вот так, что будет вот так. Как развить это чувство и сделать так, чтобы оно тебе помогало в жизни? Ну, мы знаем, что интуиция у нас настроена, да, с зоной третьего глаза. Можно каждый вечер эту зону развивать, да, а как развивать? Есть такая техника, практика, когда мы закрываем глаза, настраиваемся на внутренний лоб, пространство, видим какой-то кадр, да, пририсуем картинку будущего и направляем туда внимание. Ну, внимание, да, то есть как будто как на фильм смотрим, просматриваем эту картинку. Ну, и, соответственно, когда мы выходим потом из дома, мы ловим знаки, а что позволит вот этому будущему прийти в мою жизнь? И таким образом интуиция ещё будет выражаться в знаках. Поможет этот человек, это действие, куда пойти, по какой дороге, время, место, да, как это соединить, ну, так далее, как... То есть мы настраиваем своё внимание, фокус на свою интуицию. Да. Закрыли глаза, что-то себе представили, на следующий день проверяем, сбудется или нет. Да. Вы знаете, у меня такое ощущение, что я сейчас беру интервью у волшебницы, которая просто знает все секреты магии, но это не магия. Это женские практики, это просто женские практики. Кстати, в йоге тоже есть упражнение по активизации третьего глаза. И мой последний вопрос на сегодня, Женечка, вы общаетесь с разными людьми, я думаю, наверняка общались с очень-очень богатыми людьми, да? Как вы думаете, что позволило этим людям войти в это состояние, да, когда там порпсы вокруг, миллиарды, миллионы, и всё как-то легко? Вы знаете, это люди без границ, то есть у этих людей нет границ и в мышлении, и в энергетике. Это люди, обладающие мощным, вы знаете, звенящей, поглощающей энергией. Наверняка вы тоже такие встречали. И самое главное мышление. Мышление, я бы назвала это мышление, как полёт орла. То есть у этих людей есть определённый такой взмах крыльев, когда они как будто над миром, и всё понимают, всё знают. Но, скорее всего, да, это вот воспитание, генетика, вот такая свобода восприятия пространства, когда у человека реально нет никаких блоков и нет блокирующих программ. Но, кстати, блокирующие программы тоже можно снять. Это путь, возможно, его продолеть и возможность к этому прийти. Причём этот путь важно начинать, может быть, если вы понимаете, что у вас мужчина с ограничивающими убеждениями, вы можете сами начать этот путь, да, как жена. И раскрыть вот эту ментальность человека. Образно говоря, подарить ему крылья. Вот у меня новый проект об этом. Новый проект называется «Подари себе крылья». Об успехе. Супер. Женечка, спасибо вам большое. Спасибо за ваш очередной приезд в Астану, за новую информацию. Я думаю, что и надеюсь, что она будет очень полезна для моих подписчиков. Спасибо, что вы всегда со мной. Я всегда хочу делиться с вами новой, полезной, интересной информацией. Хочу, чтобы вы тоже росли. Потому что, конечно, у меня есть возможность там пообщаться с Женечкой за чашечкой кофе, поговорить, пройти практики. Но мне хочется, чтобы не только я, не только у людей, которые живут в Астане, в Алмате, у которых есть возможность лично пообщаться с Евгением Фроловой, чтобы у всех, кто живет в Казахстане, за пределами нашей страны, чтобы у всех была эта возможность и самое главное понимание, как это работает. Потому что, на самом деле, все это работает. И важно, прежде чем, наверное, идти на какую-то битву, добиваться чего-то, наверное, нужно как-то поработать, прежде всего, со своим внутренним миром. Однозначно. Если мы идем в гору, мы собираем, естественно, рюкзачок, и мы туда штук кладем. Мы тогда продукты кладем какие-то, да, очень энергетичные. Мы тогда берем фляжечку воды. Это та энергия, которая будет нам помогать, да, покорять эту вершину. И также, девочки, мальчики, да, поспищики, динарочки, вы должны понимать, если у вас есть какая-то цель, у вас должен быть и ресурс дойти до этой цели. Подумайте об этом, запаситесь энергией. Женя, спасибо вам большое за наше интервью, за информацию, которую вы подарили нашим подписчицам. И хочу порекомендовать всем книгу «Женская сила». Где можно ее приобрести? В интернет-магазинах даже есть в Казахстане. Даже в Казахстане. Всем прочитать эту книгу, сдать экзамен. Спасибо большое, всем пока.